Приветствую вас. Я думаю, что для начала нужно определиться с тем, какой конкретной помощи вы хотите для себя. Вот именно, вот конкретно для себя, какой помощи вы хотите. То есть с психологической точки зрения, допустим, это одно, то есть с психологической точки зрения, ну к примеру, допустим, да, я вам хочу вам отвечать с психологической точки зрения. Вот, то есть как бы мне кажется, что это, ну грубо говоря, не так сложно ответить вам будет с точки зрения психологии. Вот. Но вопрос, наверное, немножко в другом. Вопрос, наверное, немножко в другом. Вопрос включает в том, с чего вы хотите для себя, то есть какая помощь нужна именно вам. Вот. Чтобы мы, к примеру, могли вам оказать эту самую помощь, понимаете, в чём смысл как бы. Вот. Поэтому я думаю, что такой ответ в первую очередь вам можно дать. То есть, по сути, по сути, речь идёт о, если я вас правильно понял, речь идёт о треугольнике Карпана, в котором имеет место быть мусь-тиран. Тиран. Вот. И вы, соответственно, являетесь в этом контексте его жертвой. Вот. Если это правда, если это всё так и есть на самом деле, то очень важно понять для нас с вами, в первую очередь, как вы оказались в этой, во всей ситуации. Как для вас стало возможным то, что вы стали вот жертвой, грубо говоря, для мужчины, который вас тираном. Почему вы стали его жертвой. Вот. Отсутствие жертвой характеризуется отсутствием личной, личной ответственности, отсутствием личной ответственности. Характеризуется таблицей жертвы. Вот. И характеризуется зависимость. Вот. То есть, можно в некотором смысле говорить, что вы зависимые. Вы зависимые от своего, ну, от своего мужа. Вот. И то, что он, образно говоря, то, что вы хотите, чтобы человек ушёл, да, то, что вы хотите, чтобы человек исчез с этого, вот. И является, на мой взгляд, в какой-то степени жертвой на экспозиции. Потому что даже если он уйдёт, даже если он уйдёт, то вы останетесь, вот. То есть, правда, она заключается вот именно в этом, в том, что если человека не будет, то вы останетесь. И останется ваше такое отношение, что ли, к ситуации. Останется ваше, ну, ваше восприятие ситуации. Останется ваше позиция. А позиция, позиция. Вот именно, ну, непосредственно, да, по ситуации. И так далее. Понимаете? И это, на самом деле, наиболее, наиболее тревожная история. Потому что вы можете встретить другого мужчину, который будет относиться к вам примерно так же. И ситуация не изменится. И вы можете, по сути дела, сменить шило на мыло. То есть, вы смените одного мужчину-тирана на другого мужчину. Потому что вы, возможно, вы не можете просто выстраивать отношения независимые. То есть, не созависимые. Вот. Понятно, что я это, я это наверняка не могу знать. Это понятно. Но, пока что есть вещи, которые, вот, как минимум, косвенно намекают на то, что вы, возможно, несете в себе такую вот повиску, повиску жертвы. И в таком случае ее требуется скорректировать. Вот. Корректировать не, грубо говоря, не от мужа, да? Не от мужа убегать и пытаться что-то с ним сделать. А именно, вот, корректировать, как-то, себя и свое поведение, свое отношение. А вот к тому, что происходит здесь и сейчас, мне кажется, что это гораздо важнее. Вот. Естественно, вы можете иметь свою позицию. Естественно, вы можете иметь свое точки зрения. То, что вам может казаться, что я не прав. Вот. Естественно, вы можете считать, что все совсем по-другому. Ну, и надо сказать, что я вас ни в коем случае, ну, ни в коем случае вас не обвиняю в этом, в том, что вы, ну, что вы так думаете. Вот. Но, тем не менее, тем не менее. Ситуация, она, вот, на мой взгляд, на данный момент ситуация вот такая, понимаете, на мой взгляд. И что вы будете делать в этой ситуации, как вы будете в этой ситуации себя вести, это зависит исключительно, исключительно от, мне кажется, вас. То есть, если вы захотите ее изменить, допустим, вот, ну, если вы захотите изменить ситуацию, то работать нужно здесь, с теми моментами, которые я озвучил. Вот. Это если вы хотите ситуацию изменить, вот. Если вы, условно говоря, ждете, что ситуация изменится как-то сама, то я боюсь, что нет. Я боюсь, что ситуация не изменится, сама по себе, по крайней мере, ситуация не изменится, потому что на это нет никаких оснований, совершенно, нет никаких препостылок для того, что ситуация изменится и станет, ну, станет другой, да. Вот. Поэтому, поэтому, мне думается, мне думается, такой вот момент, ну, такой ответ вам, в принципе, можно дать. А если, вот, чисто, отраться на, ну, на ваш текст. Вот. Что делать дальше, я надеюсь, вы решите для себя сами, я надеюсь, вы увидите, ну, для себя, как и что вам, в принципе, можно сделать. Вот. Я надеюсь, что вы увидите, как и что, в какую вам можно двигаться в сторону, куда вам можно двигаться, вот. Но основной момент, это, конечно, коррекция, коррекция позиции жертвы, если она, если эта позиция у вас есть. Мне так вот, это видится. Такой вот момент мне видится в качестве основного, которое я могу выделить. Вот. Здесь и сейчас. Вот. Понятно, что могут быть другие моменты, понятно, что могут быть другие аспекты, вот. Но пока, пока что ситуация, вот, выглядит такой. Если же муж к вам применяет некое такое физическое насилие, то в таком случае вы можете и должны обратиться в органы правоохранения, правоохранительными, для того, чтобы были проведены соответствующие действия, которые вас, грубо говоря, защитят от мужчины, если он, если он, ну, если он что-то делает негативное, да, ну, негативное по отношению к вам, я имею в виду. Вот, и, соответственно, дальше уже можно будет говорить о том, что вам делать дальше. То есть, ну, может быть, может быть, вам понадобится поддержка, может быть, вам понадобится помощь. Вот, всё это, ну, всё это, условно говоря, могут вам предоставить органы правоохранения и психологи, если вы решите обратиться к нам. Вот, такой вот ответ, я надеюсь, что это было полезно для вас, я надеюсь, что вы извлечёте для себя какую-то пользу из того, что я сказал. Вот, обязательно изучите треугольник Карпмана, для того, чтобы лучше отдавать себя в счёт в том, что происходит. Вот, и добрыл пожаловать на психотерапию. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.